МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два молодых преподавателя КЧГУ имени Умара Алиева стали обладателями гранта главы Карачаева-Черкесии. Для молодых ученых это Лейла Тикеева, заведующая кафедрой факультета экономики и управления, и Амина Узденова, преподаватель компьютерных технологий КЧГУ. На что молодые ученые направят свои гранты и почему посвятили жизнь науке? В эти минуты в нашей студии они ответят моей соведущей, были Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Амина! Доброе утро, Лейла! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости из Карачаевска. А поводом для нашей встречи стало то, что вы обе стали обладателями гранта главы Карачаева-Черкесии для молодых научных сотрудников. Скажите, пожалуйста, за что вы получили свои гранты? За какие такие достижения? Ну, вкратце, естественно. Амина, начнем с вас. Спасибо. Глава Карачаева-Черкесской республики выделил лично мое исследование, наверное, потому что оно актуально для республики. Мы занимаемся математическим моделированием процессов в мембранных системах. Они используются в обработке сельхозпродукции, очистки, вот, и так получилось, что вы делили нас. Лейла, вас за что отметили? Ну, там критериями является наличие научных публикаций в отчетном городе, какие-то еще другие достижения. У меня был ряд научных публикаций, монография коллективная вышла в прошлом году. Еще я выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований. Наверное, это тоже послужило одним из критериев. Ну, и на что вы направите свои гранты? Вы уже определились? Ну, часть, наверное, наличные нужные пойдет, но частично и занятия наукой предполагают, что если мы какие-то статьи готовим, это тоже как бы оплачивается, так публику на это тоже потратим. Амина, вы математик. Лейла, вы социолог. Это, особенно математика, это немножко необычно для девушек, да? Вот и молодые научные сотрудники. Почему вот девушки пошли в науку? Вот интересно. Ну, так сложилось, что мой папа был преподавателем, он был ученым и очень любил работу со студентами, преподавание, привил эту любовь. И нам, в общем, по наследству передалась любовь. Лейла, у вас как это происходит? Почему именно наука? Ну, во-первых, потому что трудовая деятельность связана с работой в УЗИ, в университете. Во-вторых, наверное, потому что у всех людей, которые занимаются наукой, в голове сидит такой вопрос, почему это так, ну, в зависимости от сферы деятельности. Но основной вопрос, я думаю, это не дает покоя, и поэтому занимаемся мы наукой. А дальше что? Вы кандидат социологических наук. Дальше что? Будете на доктора идти? Ну, я об этом задумываюсь, но сейчас времени, к сожалению, не так много, так как я заведую кафедрой, это много времени занимает. А так уже начинаю задумываться над тем, чтобы и над докторской поработать. А студенты к вам серьезно относятся? Вы такие молодые девушки-ученые. Ну, не все. Есть, которым кажется, что это чуть-чуть можно поразвлекаться, но в основном, когда доходит дело до занятий, конкретных решений, а задач проходит все. Мы сосредотачиваемся и решаем задачи. Ну что же, я поздравляю вас с тем, что вы стали обладателями этих грантов. И, конечно, я желаю вам успехов в вашей научной деятельности. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы черкесской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр.